Очень рады видеть вас, были наши женщины, гости в нашей библиотеке, региональной общественной организации Татарской национальной культурной автономии. Хочу немножко несколько слов, если Найляхана нам даст еще несколько минут. Да, хочу немножко рассказать о том, как получилось, что мы сегодня собрались. В библиотеке работает проект «Литературно-музыкальная гостиная», которая проводила мероприятия в основном такого светского толка. И пришла такая мысль попробовать провести ряд мероприятий на тему, в общем, из цикла даже правильнее сказать, духовно-нравственного воспитания общества. И первое мероприятие мы решили провести, собрать женщин, поговорить о том, как в наше нелегкое, непростое время жить, выживать, справляться с нашим татарским женщинам в таком большом городе, совмещать работу, семью, какую-то общественную, может быть, деятельность. И показалось нам, что это будет интересно многим. Вот такое, например, первое мероприятие мы решили провести вот сегодня. И, значит, выбрали главными героинями этой встречи двух женщин, которые проживают в Москве, которые являются яркими представительницами образованных, современных женщин-татарок московских. Одна из них заслуженная артистка Республики Татарстан и России, и руководитель продюсерского центра «Рух», руководителя ансамбля духовной песни «Медина» и руководителя московского отделения, правильно говорю, да, общественной организации «Аккафак» на Ильяха Амфотепова. На Ильяха Амфотепова. И вторая наша главная героиня. Это наша уважаемая член Союза писателей, Союза журналистов Республики Татарстан. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, большой друг в нашей библиотеке, поэтесса, писательница Назифа Алисина Каримова. Которая очень рада, что она посвятила, что также согласилась прийти на нашу встречу, поделиться своим опытом и рассказать, вот, как я сказал, поделиться мыслями своими, рассказать о своей жизни. Как же он удается все совмещать, писательскую жизнь какую-то и соблюдать исламский категория. Еще несколько раз расскажу о том, как пойдет ход нашей встречи. Вначале мы пригласим, попросим на Ильюха Амфотеповна рассказать свою историю. Вы сможете задать вопросы свои, присутствующие. Следом пойдет рассказ у нас Назифа Алисавны. Далее мы ждем в гости Рафат Хазрата из исторической мечети, который тоже выслушает нас, свой комментарий выскажет и расскажет что-то, что он посчитает нужным и важным, вот, рассказывает на такой вот первой встрече, то, что нужно женщине, наверное, в первую очередь знать. Вот. Затем у нас замечательная участница ансамбля Медина, Нурия Ахан, она расскажет о своих кулинарных способностях, она нам угощения сегодня принесла, подарит нам рецепт свой, значит, да, в копилку, каждая из нас. Вот. И так как у нас был заявлен мастер-класс по кармингу, может быть, не все знают, что это такое, мы об этом поговорим с вами, вот, Раиля Абдулин должен был быть у нас сегодня, но, к сожалению, так получилось, что он не может присутствовать, он нам прекрасное видео прислал, подарок, видеоподарок, можно сказать, и, значит, затем, еще раз мы послушаем ансамбля Медина, вот, и будем уже общаться, задавать вопросы, делиться вашими, вы можете поделиться вашими историей, мы с удовольствием все это выслушаем, обсудим, поможем, может быть, каким-то советом, и кому-то вам требуется. В общем, все подробно рассказала, а теперь давайте начнем на Илья Ахану, прошу вас. Я хочу представить, это наша главная библиотекий человек, завязывающий, как вот слово такое, но благодаря ей у нас постоянно в Татарском культурном центре библиотеки собираются такие вот хорошие собрания для людей, она нашла. Я, честно говоря, очень волнуюсь, потому что, сами знаете, я привыкла петь больше, но мне действительно хочется поделиться своим, ну не то, что, а своим жизненным, вот, как я на своем жизненном пути стала, пришла к славаму, начала читать намаз, вот, наверное, вот этим, потому что изначально наша, вот эта встреча называлась «Жизнь мусульманки», татарки в городе Москве, да, в городе. Поэтому я буду просто рассказывать о своей жизни, вот как я, как что препятствовала, что у меня стояла на пути, как вот я вообще живу, как родители. Родилась я в Москве в 62-м году, мне уже было 54 года, иншаллах, и мои родители, аль-хамудреля, живые, они сейчас, вот, папе 84 года, маме 79, в полном здравии, читают намаз, вот, я, почему с этого начинаю, потому что, все-таки, вот, наверное, вот эта тема нас больше волнует, хотя, вот сейчас я надела, на свастении, когда мы исполняем ладжат, я надеваю глоток, в жизни я хожу без него, и объясню, почему, и как, в общем, что у меня вообще происходит в жизни. Родилась, папа мой москвич, мама из Нижегородской области, бабушка у нас воспитывала Казанская, папина мама Леомила, она пожила до 101 года, и в семье, вот, с детства, у нас было два языка, один Нижегородский по-татальски разговариваю, другой Казанский. Я все время смеялась, когда приезжали в гости из Казани, мама быстренько приходила на чай, 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 ну, вот сейчас казанский чай, чай, когда я не понимала. Когда приезжали мы в деревню, тут все на церкви, цай, чай, чай. В детстве мне было это очень смешно, это вот такой запоминающийся момент, но в детстве всегда пели песни, папа играл на военном, на пианино, на пианино, у меня научил папу первые уроки в моей музыке, четыре годы я купил пианино, я прямо уже приезжала, страдала, играла и пела. Благодаря моим родителям, я вот на этот творческий путь стала действительно благодаря им. У нас жила, приезжала к нам прабабушка наша, я знаю, что до сих пор в Москве ее помнят, у нее много шакирдов, она была казанская, я не понимала, что это такое, дочь Ишанов, вышла замуж московского купца, тогда Мансур и Аксиан Бабай. Много рассказано с нас вот историка, откуда мы вышли, что мы вышли, честно говоря, до сих пор никто не объединил и вот эту вот линию точно не вылил. Я дядя не занимался, но я все, мечтаю об этом, чтобы все это выяснить. Из детства мы видели, как нашу Аняй, мы еще называли, стелил такой стеглый коврик и читал на нем намаз. И на носа могла в любом углу читать, чтобы никому не мешать, чтобы никого не задевать, дети игрались. Бабушка моя, которая мне на ночь рассказывала сказки Тукаев, это я сейчас привожу в Тукаев, потому что растала джедель, как прогулка, бюре и как это, козел блеер. Вот она мне растала, значит, в детстве я уже впитывала, хотя опять не понимала, о чем. Как у всех у нас с детства проводились маджелеси, дома читался Коран, и в то же время шла вот такая светская жизнь. Я ни о чем не задумываюсь, вот росла, росла, мама Таташка, и когда занималась уже творчеством, стала на пути сцены, пела русские песни, с Шанинским записывалась на телевидении, на радио, и училась музыкальным училищем, и как-то вот на одной из передач на первом канале, это в 81-83 году, один из режиссеров, еврейчик, такой вот, родит рождествен, я записала татарскую песню, я или кара-кара, и как-то случайно вместо песни Шаинского включили эту песню, он говорит, а в чём ты по татарски не поешь? Я говорю, я не знаю, это просто такая песня, когда ему записано, пой по-татарски, и вот благодаря этому телевизионному режиссеру я сделала себе, сама написала песню, и начала исполнять песни на татарском языке, и в это время собирался в 83-м году ансамбль Хаял, туда меня пригласил петь в отельдаршикапов, и вот так началась моя такая вот татарская творческая жизнь, хотя я в жизни никогда не думала, что я буду петь по-татарски, потому что в семье у нас был такой бытовой язык обычный, разговаривали мы, вот как я говорю, в Казани, ездили мы часто каждый год с гостями, нас там встречали, фотографии такие были, и я больше никаких таких фотографий не видела, когда мы приезжали, собираются все родственники в Казанского поезда, человек по 30, вот такие фотографии стоят, очень были гостеприимные, и когда уезжали, тоже вот эти фотографии у нас в наших альбомах, вот такая дружная, большая была жизнь, вот такой рок, и что со стороны мамы Нижегородской, и что со стороны папы Казанской, и вот когда меня так переломило на эту татарскую музыкальную жизнь, я говорю, я никогда в жизни не думала, что я буду петь татарские песни, потому что мне, а мне нравились, мне очень нравился Шакиров, когда мне было еще 3 года, мы жили на Большой Альбоминской улице, там я родилась, мама, я была маленькая, ну я сейчас понимаю, что маленькие дети не учатся на концертах, мы жили на первом этаже, и мама с братом, они просто от меня удрали через окно, на концерт их там Шакирова, я так раскладывалась, что я и со всех сторон караулила-караулила, и в итоге они ушли, и я даже из дома сбежала, потому что так же меня не дали, на концерт их там Шакирова, вот тогда он мне здорово, я не знаю, надавал кубоке, ну вот я так думаю, что это первый как раз признак, что, наверное, меня вело к татарской, к татарской песне, и вот на петь в ансамбле Хаял, очень много языков, правильного произношения, он со мной занимался Шигаков, ведь арабы, потому что я тоже, как сейчас, многие у меня ученики говорят, ну что, наш нижегородский язык он тоже имеет право быть, говорю, да, он имеет право быть, когда ты разговариваешь в деревне, в среди своих, но со сцен ты должен нести литературный татарский язык, язык от Дули Тукая. Я тоже раньше использовался, я говорю, что я так нравится, я буду так петь, но он очень хорошо меня посчитал, научил, сказал, как это нужно, вот это, учитель вот такого настоящего татарского литературного языка, ну а потом уже всю творческую жизнь вы можете почитать биографию в интернете, я как бы уже стала сама сочинять песни, мне стало очень интересно, очень много поработала в Московской филармонии, там вот и звание мне, причем за звание заслужия Российской России дали за татарским программом, наверное, единственный, у нас был очень хороший, сейчас, по-моему, нашли уже здоров, Равиль Хосян-Чухудюсов, замдиректора филармонии, художественный руководитель, вот он очень меня поддерживал, я всегда говорил, лучше иметь звание в 40 лет, чем в 70 и 80, благодаря ему, и в такой поддержке, я именно за татарские программы получила звание заслуженной артистки Российской Федерации, и очень мне всегда нравились стихи, вот какие-то необычные, патриотические, эпические, вот религиозные, и однажды, вот мама у меня читает намаз, ну, достаточно уже давно, сейчас, не могу точно сказать, в папу вместе они как-то собрались, вольхангдюля, все наши бабушки и дедушки уже читали, и мама все время приобретала календарь казанский, там написано все, какие даты, как что читать правильно, я там нашла очень красивый стихотворительный, монораб, сейчас это моя самая любимая песня, в девяносто первом году я написала на эти стихи музыку, и я считала, что кроме этой песни я могу уже вообще ничего не сочинять, потому что она всем нравилась, она, главное, мои чувства как-то там очень хорошо отражали эти стихи, и музыка получилась, ну, наверное, красивая, потому что она мне нравилась, когда я писала на студии, там со мной рядом писался наш Малинин, Александр Малинин, записывал альбом, он у меня поступил, говорит, продай мне музыку, я говорю, ни за что, потому что там было, если я ему продаю музыку, значит, я никогда не исполняю эту песню, он мне там предлагал любые деньги, подкупал этих звукооператоров, я говорю, нет, ни за что, все, что такое, я думаю, это же тебе все столько минут, я говорю, нет, это невозможно, потому что эта песня, действительно, она стала, наверное, моей бы, такой любительной карточкой, и все ее началось, вот это вот, моя творческая жизнь, в этом направлении, потому что в душе у меня всегда, я понимала, что это мне нужно, это мне необходимо, мне это никто не говорил, ой, это там, делаю это, еще в моей жизни, вот именно, если брать направление ислама, творческое, очень большое значение сыграл Кусан Кужалиев, сейчас его уже нет в живых, он ушел из жизни в 91-м году, и замечательный музыкант, который, вы, наверное, помните, ансамбль Назарова, такой большой коллектив, они исполняли, он до сих пор существует, но тогда он был в самом расцвете, исполняли песни на разных языках, танец маленький, хотят быть похожим, не хотят, самый толстый гебемот, вот этот вот гебемот, это вот Костик Кужалиев, Кусан Кужалиев, он был человек, ну, просто гениальный, очень талантливый, он играл на всех инструментах, он написал совершенно потрясающую музыку, вот, юно-навосик, я бы сказал, тема, первого Рыбникова, это, тема ему дал как раз Кусан Кужалиев, и он вместе одни по писа авторстве, но за то, чтобы полностью взять себе это произведение, Рыбников привез ему из Англии в студию, тогда в порту студию звукозаписывающая, это таково, спел огромных денег, ни у кого этого не было, и за это, как бы он попросил Кусанина отказаться от авторских прав, и соиздай сверху Акина Муриета, это тоже там играет Кусаница с детьми, такую самую толстую он играет и на най, и на латиноамериканских инструментах, и на дудочках, и на чарангел, такой маленький инструмент. Человек просто, ну, такой талантливый был, ну, к сожалению, так рано в шоу в жизни. Меня с ним познакомили, я очень благодарна ему, он сделал для меня совершенно невероятные аранжировки к моей песне, и как раз тогда, вот Назифа Харимова в девяностых годах мы познакомились, она написала песни, которые стали стихами народными, агидельна камушлара, и Хусанина записала уже музыку, а пригласили Назифу Харисману, она тут же написала стихи, получила невероятно красивая песня, народная, она даже не знала, я не могу, но она такая народная, но если народная, значит действительно признанная, значит хорошая вещь. Мы ее исполняли на телевидении, на первом канале, тогда вот все татарские песни, мне еще говорили, дай мне поблагодарить за деньги. Вот совершенно честно, я приходила в редакцию, там молчанна Вольга Борисовна, она до сих пор работает на телевидении, приносили ей произведения, и она включала их в программу. Вот как бы у всех талантливых людей в то советское время не нужно было никаких денег, тебе даже еще присылали за это деньги по почте за съемку, какие-то большие деньги, но это было. И вот тогда он вместе с композитором, он с художником Суддиновой, Костя Хужалеев, написал песню «Аллах». Вот может кто-то помнит ее, на слова деда Джафара Кандалы. Там старинные татарские слова, песня получилась тоже необыкновенная, какая-то сказочная, какая-то вся таинственная. И... И...